Если мы сейчас объявим, что эти территории оккупированы, ведь говорили о том, что объявить эти территории оккупированным со всеми вытекающими юридическими последствиями, но тогда сказали, что таким образом мы объявляем России войну, и Россия имеет полное право пойти в наступление, а мы тогда, как вы правильно сказали, что мы были два раза, вот уже практически капитулировали, то тогда где гарантии, что мы сможем отстоять там, да, нашу вообще независимость, наши войска выстоят, если Россия пойдет в полную мощь. То есть это был главный аргумент против того, чтобы назвать Россию агрессором. Вот вы признаете, что это весомый аргумент? И если мы, например, сегодня скажем, что мы говорим, эти территории оккупированы Россией, что мы в состоянии войны, мы разрываем дипломатические отношения, означает ли это, что сразу может начаться горячая фаза войны? Нет, не означает. Ну давайте вот расскажите тогда, как вы... Потому что разрыв дипломатичных отношений, запроваджение визового режима, закрытие повитряного простора, закрытие кордона, ведение военного стану не означает объявление войны России. Военный стан – это не наш внутренний стан, а не стан, что относится к Россией. И это наши внутренние заходы по оборону страны, которые мы имеем как суверенную государство, суверенитет, который визначен всеми государствами света. Значит, мы защищены ст. 51 статута ООН. Ну, защищены, я говорю, умовами. То есть мы имеем международное право на нашем аборте. И тогда, в принципе, все станет четко. У нас нет внутреннего конфликта, у нас нет АТО. У нас есть факт оружейной агрессии России и состояние войны с Россией. Не мы начали эту войну. Мы чутко фиксуем себя в международном праве как жертва агрессии, как страна, которая имеет право на оборону своей территории и государственного суверенитета. И на это спрямовано все международное право. Мы сегодня не можем ним коррестоваться, потому что у нас внутренний конфликт. Тогда, получается, мы стали заложниками. То есть мы не можем и разорвать теперь Минск в одностороннем порядке, потому что что? Вот если мы сейчас сделаем то, что вы говорите, и объявим Россию агрессором, тогда, получается, Запад скажет, ну что, вы нарушили обязательства, мы тогда вас не поддерживаем. Я думаю, что это самая большая... Так, Запад нас и так не поддерживает. Вы же только что прочитали выступ Меркель. Так Меркель найбільш схильна до Украины среди всех политиков, понимаете? Керевников европейских государств, особенно с Обамой, президентом США. Вот в чем проблема поляга. Потому что, тем больше, что у них сейчас Сирия, где они снова хотят видеть Россию союзников. Ну, абсурд, полный. Тем больше, что Путин погрожает ядерной войной против Захода. Ну, да, выхватит за Украину. Морально Европа уже капитулювала перед Россией, понимаете? Морально. Вот, власне, яка ситуация. Потому что Путин ведет глобальную войну против Захода. А они хотят уникнуть цієї войны. Тому треба поступить, как с Польшей, або как с Чехословачиной. И тогда же такая же логика европейцев была. Да, сдамо Чехословак. Ага. Віддамо, нехай забирают судеты в 1938 году, как Путин Крым. Мы готовимся забыть, но чтобы он далеко не шел. Через полгода он окупировал всю Чехословачину. А еще через полгода всю Польшу. Роздилили с Радянским Союзом территорию, и все. И Польша не стала. За такой логикой и Путин иде. Ну, это логика агресора. Если вы добровольно сдаете одну территорию, почему я не могу взять вашу территорию? Абсолютно логично. Тем более, что мне это ничего не загрожает.